МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делегация Армении во главе с омбудсменом совершила рабочую поездку в НКР. В очередной раз в Арцахе побывала баронесса Керолайн Кокс. В Степанакерте состоялась презентация книги политолога Давида Бабаяна. С очередной экспозицией своих картин в Арцах приехал художник Сергей Сарумян. Итак, подробности новостного блока. 16 августа скончалась мать первого президента НКР и второго президента Армении Роберта Кочаряна. Эмма Арсеновна Оганян ушла из жизни в возрасте 89 лет. Президент НКР Баку Саакян направил телеграмму соболезнования Роберту Кочаряну. В ней говорится. «Будучи высокообразованной и скромной от природы личностью, госпожа Эмма являлась достойной представительницей нашего общества, всецело посвятив себя служению своему народу, сохранению национальных ценностей и семейного очага. В тяжелый час невосполнимой утраты от имени властей Арцах и от себя лично выражаю соболезнования вам, всем родным и близким, покойной. Желаю стойкости и силы духа». Похороны Эммы Оганян прошли 19 августа на Степанакерском городском кладбище. 20 августа президент НКР Баку Саакян принял баронессу Керолайн Кокс и возглавляемую ею делегацию. Президент Саакян дал высокую оценку периодическим визитам баронессы в Арцах с последовательным расширением состава делегаций с точки зрения ознакомления с Арцахом и укрепления дружественных связей с его народом. В четверг президент Баку Саакян присутствовал на презентации документального фильма писателя-публициста-героя Арцаха Зория Балаяна «Армения. От моря до моря». Президент Саакян отметил важность подобных материалов с политической, культурно-образовательной и воспитательной точек зрения. 21 августа президент НКР Баку Саакян принял омбудсмена Армении Карена Андреасян. Был обсужден ряд вопросов, касающихся защиты прав человека и сотрудничества соответствующих ведомств двух армянских государств. Во встрече принял участие омбудсмен НКР Юрий Айропетян. Днем ранее делегацию во главе с омбудсменом Армении принял спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. На встрече присутствовали омбудсмен НКР Юрий Айропетян и председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам парламента НКР Ховик Дживанян. Стороны подчеркнули важное значение сотрудничества аппаратов-омбудсменов двух армянских республик. 19 августа вице-премьер НКР Артур Агабекян принял членов Совета директоров Союза армянской помощи и Армянского образовательного учреждения, а также группу преподавателей Ереванского государственного университета. Артур Агабекян вручил общественному деятелю Жасмин Буниатян и благотворителю Айкуш Кахлер памятные медали премьер-министра НКР, которыми они награждены в связи с 24-летием провозглашения НКР за весомый вклад в дело реализации благотворительных программ и деятельность, направленную на развитие Арцаха. Благотворители выразили готовность и впредь принимать участие в решении стоящих перед Арцахом задач. В понедельник состоялась презентация книги политолога Давида Бабаяна «Роль и место армянского Нагорья в библейской геополитике». Книга издана при спонсорской поддержке Суряна Гарамяна. Председатель Союза писателей Вартан Акапян отметил, что рождение каждой книги – праздник, тем более, когда книга эта несет в себе новое. Автор предисловия, писатель-публицист Зорий Балаян назвал написание подобной книги подвигом, а саму книгу – оружием, которое необходимо использовать. Глава Арцахской епархии Владыка Пархев Мартиросян заметил, что уже само название говорит о том, что Давид Бабаян избрал верную мишень. Это нужная армянам книга, в которой есть правда, история и политика. Доктор исторических наук Валерий Аванесян назвал книгу Давида Бабаяна достойным ответом-фальсификатором истории. После церемонии освящения новорожденной книги вином, Давиду Бабаяну было вручено удостоверение члена Союза писателей Арцаха. Давид Климович, мы вас всегда знали как политолога, сейчас уже в новом качестве. Вы, во-первых, поздравляем и каково себя чувствует писателем. Ну и в связи с этим у вас в книге утверждается в прямом смысле слова, что Армянская Нагорье является пупом земли. Это гипотеза основана на каких-то научных доводах, аргументах, фактах. Ну, во-первых, спасибо за теплые слова. Действительно, для меня было неожиданностью, что меня приняли в ряды Союза писателей Арцаха. В любом случае, это не только приятно, но и в какой-то степени обязывающее. То есть мы должны продолжать свою работу во благо нашего народа, во благо нашего государства. Что касается роли и места Армянского Нагоря вообще в Библии, библейской геополитике, то действительно имеются множество фактов. Причем эти все источники, которые я особенно использовал, я большая их часть не армянские. Чтобы не складывалось впечатление, что мы просто используем наши собственные источники для какого-то пиара нашей же исторической родины. То есть о роли и месте Армянского Нагоря в Библии, вообще в религиях и в истории человечества, как таковом, имеются многочисленные источники. Во-первых, это религиозные книги. Мы знаем, что практически все мировые религии уделяют особое место Армянскому Нагорю, считая его действительно прародиной человечества. О Библии, по-моему, нет речи тут говорить, потому что все мы знаем, где произошел потоп, вообще где был создан человек, где был Эдем. Это было Армянское Нагорье, четыре реки, вытекающие оттуда. Все это понятно, все это мы знаем. Авеста, значит, древнеиранская религия. Там тоже говорится о том, что Армянское Нагорье, то есть территория, которая входит в историческую Армению, была прародиной человечества. Там Ахура Мазда создал первого человека. Кстати, его имя было Гайомарт или Гайомарт. Очень созвучно с термином армян. Армяне – Гай, Гаймарт. Там, кстати, произошло искушение, значит, змеям первого человека. То же самое мы имеем в Библии. Очень много упоминаний об Армянском Нагоре, как о прародине человечества в Торе. Коран также дает определенные данные об этом. Кроме того, скажем, в святыне мусульман в Каабе имеется такой камень, который является, по некоторым данным, осколком рая. А рай, как вы знаете, был именно на Армянском Нагоре. То есть очень много таких данных. Это данные духовного характера, как вы уже указали. Но имеются и материальные источники, доказательства, скажем так. Здесь это уже чисто наука. Например, одно из самых важных в истории человечества мест, стоянок первобытного человека, находится именно в Нагорном Карабахе, в Гадрудском районе, пещере Азох. Это ашельская культура, то есть это минимум 600 тысяч лет. К тому же мы должны знать, что в ледниковый период Армянское Нагоре было своего рода оазисом, где древний человек мог развиваться. В связи с Арцахом у вас два акцента в книге. Первый, что Арцах неотъемлемая часть Армении, всегда и сегодня. И второй акцент связан с топонимами Чартар и Шош. То, что Арцах вообще всегда занимал важное место в истории Армении, а также в истории региона, это также является фактом. Во-первых, само название Арцах восходит к имени древнеармянского бога, дохристианского Ара, сотворителя вселенной. Арарат, Арагац, Арацани, Арак, Сарцах. То есть это место всегда имело в истории армянского народа важнейшее значение. Например, очень известное предание, забытое практически, очень мало людей об этом знало и знает до сих пор относительно названия села Шош. Само это название также имеет определенное отношение к Библии, потому что по ряду данных один бревно маленькое, осколок Ноева Ковчега, как-то попал на место, где сейчас находится село Шош, поблизости к этому месту. Это единственный осколок, который, скажем, начал цвести, дал побеги. От этого произошло Шош, то есть побег. К тому же мы знаем, что у нас очень распространено другое название села Шош, Тапанград. Но на самом деле, настоящее именно название вот этого села было не Тапан, а Тапан, что также говорило Оноевом Ковчеге и об этом предании. Ну, было так, так получилось, что особенно в советское время, после того, как Арабах был насильно присоединен к Азербайджану, любая генетическая память о древних каких-то вещах, о нашей истории, тем более связывающая Арцах с Арменией, должна была быть, представлять угрозу, в первую очередь, азербайджанским властям. То же самое села Умчар-Тар. Есть разные, значит, толкования этой этимологии, но, учитывая особенно то, что говорит также Авеста, что именно в районе реки Аракс было это создано, а по прямой линии Чартар не так уж далеко от этого места. То есть была генетическая память, наша говорила, что где-то там произошло некое очень важное, ну, скажем, событие в истории человечества. Змей или зло совратило человека. То, что это было на Армянском Нагоре, об этом говорят Библия, Тора, Коран, Авеста тоже повествует, но Авеста дает более локализованное место, именно долина Аракса. А в наших преданиях сохранилось именно в районе села Чартар, откуда оно трансформировалось. Сперва было Чартар, Чаратара, зло как бы взяло вверх, или унесло, обмануло, искусило. Ну и последний вопрос, поскольку вы уже доказали своей книгой, что Арцах – это прародина всего, и христианство, и человечество. Может быть, именно здесь происходит или произойдет Армагеддон, и победит все-таки добро Бог? Думаю, что то, что вообще армянский народ, армянская Нагоре, то, что мы имеем, это очень важно. Это придает нам силы. Это невидимая такая духовная мощь, которая может нивелировать даже нашу слабость в материальном плане. Но я не хотел бы, чтобы мы возгордились этим. А гордыня – это один из грехов. Поэтому мы должны знать, что имеем, мы должны сохранять его, и ни в коем случае не думать, чтобы это не стало для нас искушением. Мы не должны допустить, чтобы зло еще раз нас искусило. То есть, зная, кто мы, мы должны понимать, кто мы есть, что у нас есть, но ни в коем случае не возгордиться, и быть более смиренным, и стараться сделать все возможное, чтобы укрепить нашу страну, нашу веру. А в этом и ключ к будущему. В очередной раз Степанакирская картинная галерея предоставила свои залы под персональную выставку армянского художника из Москвы Сергея Сарумяна. Уроженец арцахского села Хачен, бывшего Сейды Шена, выпускник Ереванского театрально-художественного института, член Московского союза художников, академик Международной академии творчества, в настоящее время преподает в Московской детской изобразительной школе имени Рубинштейна. Первый этаж экспозиции – живопись. Тематика различная. Родные ландшафты Арцаха и Армении, портреты, библейские мотивы. Цветовая гамма полотен в целом жизнеутверждающая, оптимистическая. Много ярких красок и света. Примитивность сюжетов и их подачи – кажущиеся. Сергей Амаякович, это вторая ваша выставка персональная в Арцахе. В чем особенности нынешней? Эта выставка для меня, для народа, это очень знаменитая такая выставка, акцентная выставка, посвящена столетию геноцида армян Османской империи. И в большей части выставка именно отражает эту тематику. Каков основной лейтмотив этих работ? Более чего скорби или призыва протеста? В первую очередь протест, потом призыв, потом скорби. Вот, я бы так ценил бы. Ну и хотелось бы, чтобы вы выделили какую-либо картину, может быть, по ее сложности, может быть, по ценности для вас. Художник и Христос. Вот, эту работу я сделал не случайно. Мне заказали, как в 2001 году, итальянцы собирались пустить роткометражный фильм, посвященный Сталиэсу. 1700-летию принятия христианства. Принятия христианства в Армении как государственной религии. Ну, они мне подсказали, что армянский художник нарисовал при жизни Христа, армянский художник нарисовал. Единственный портрет при жизни Христа это создал, нарисовал, писал армянский художник Анани. Я, как художник в истории искусства, не видел такую тематику, что вот такую композицию, что армянский художник нарисовал Христос. Понимаете, для меня большая честь была как-то, чтобы был автором этой работы. Ну, она получилась. Вроде, я не знаю, но они когда приходили, режиссеры, приходили посмотреть, увидели, сказали, да, мы одобряем, получилась работа. Но потом каким-то причинам, я не знаю, то ли спонсоры одни оказались, то ли отказали финансировать. Фильм не вышел. Но эта работа так и у меня осталась. Я очень мало показывал, честно говоря, на выставках. Вот это, наверное, третий раз, что ли, я в Москве пару раз я показал. Второй этаж экспозиции отведен графике и плакату. Вполне конкретная реакция неравнодушного творческого человека к событиям, имеющим место в жизни, в судьбе армянского народа. Плакаты – очень редкий жанр на сегодняшний день. Что вы своими плакатами хотите сказать? У меня плакаты очень разные такие тематики, разные периоды. Есть ряд плакатов, относятся чисто к геноциду. Есть к Азербайджану относятся тема войны карабахской. Есть плакаты чисто нейтральные о коррупции, о бюрократизме. Этот плакат конкретно называется «Три обезьяны». Здесь я отражаю этих же, но в разных годах, в разных эпохах. Первый – Талат, второй идет Кемал Паша, третий – Эрдоган, нынешний президент. Ну, у них что Талат, что этот Кемал Паша, что Эрдоган, все равно. Разницы нет их политикой, которые отрицают геноцида. Кто-то не хотел ничего не говорить, а сейчас турецкая политика такая, что слышать не хотят. Среди графических работ привлекают внимание портрет Комитаса и автопортрет, запечатлевший природную скромность автора, который промолчал о многочисленных наградах, в том числе от мэрии Степанакерта и Минкультуры НКР. Картины мастера хранятся во многих музеях и галереях Арцаха. Персональная выставка Сергея Сарумяна, официальное открытие которой запланировано в Степанакерской картиной галереи на наступающий вторник, будет работать до конца августа. Потом эта выставка переезжает после окончания в Степанакерты. 15 сентября эта выставка переезжает в Ереван, в доме художника Армении. В Ереване состоится моя эта же выставка. Русские Карабаха Светлана Ивановна Грибкова Саакян героиня сегодняшнего выпуска рубрики «Русские Карабаха». Светлана Ивановна, я хотел бы, чтобы вы рассказали о своих русских корнях. Где родились, сколько у вас в семье было детей, поддерживаете ли связи? Я родилась в городе, не в городе, а в деревне Киренково. Какой области? Это деревня Киренково Московской области. Сколько детей было в вашей семье? Четверо. В моей семье было четверо детей, а сейчас все разбежались. Вы связи поддерживаете или уже нет? Поддерживаем. Почему? Переписываемся. Иногда они приезжают. Как познакомились с мужем-армянином при каких обстоятельствах? В Подмосковье мы где-то познакомились. Я работала в магазине, а он шофером был. И вот познакомились, поженились. Дети у нас уже. Сколько у вас детей? У нас детей много. Четверо наших и уже внуки есть. Вы приехали сюда сразу в Ханацах? Как тут обустроились? С кем работали? Муж? Вы? Да, приехали в Ханацах. живем. Муж. Как его звать? Кем работал? Вы кем работали? Я в магазине работала об комикам и гастрономии. Муж работал шофером, но сейчас уже на пенсии. То есть сначала вы жили в Степанакерте или отсюда ездили на работу в столицу? Работа там мы жили пока на квартире на квартире а потом уже переехали сюда и вот до сих пор живем здесь. Мужа как звать? Сатян Зорик Арташисович. О детях расскажите пожалуйста в каком духе воспитывали на каком языке общались кухня у вас какая? Как говорится детей растили четверо у нас детей все уже выросли все большие сами себе зарабатывают а мы с мужем остались двое они только приезжают из Степанакерта в Ханатсах приезжают к нам в гости. Детей воспитывали в каком духе на каком языке общались кухня у вас какая? На русском языке я училась они сами учились армянским языком и все и по-русски разговаривают и по-армянски Блюда какие готовите дома? Да когда что придется Русские или армянские тоже? И армянские и русские Светлана Ивановна я знаю что вы очень мудрая женщина знаете очень много и стихотворений и пословиц поговорок и песен что-нибудь вот для молодых наших зрителей скажите пожалуйста о жизни кому живется весело вольготно на Руси это Некрасов ой цветет калина в поле у ручья парня молодого полюбила я парня полюбила на свою беду не могу открыться слов я не найду как вам ханацах жители ханацаха есть ли у вас хорошие соседи общаетесь вот об этом расскажите ханацах не очень большая деревня в деревне все дружные вообще и что сказать что уже привыкли здесь с вами общаются на каком языке ханацахцы да я со всеми на русском языке разговариваю только дома иногда на вашем армянском языке у меня есть огород я сажаю но до половины вырастет а потом засыхает нету воды я смотрю у вас и живность есть куры есть кошка и кошки две кошки и куры есть были гуси их расходили кошек любите как их звать моська звать хорошая кошка ну и в конце нашей беседы светлана ивановна ваши пожелания и своим родным ханацахцам карабахцам людям в целом всем хорошего настроения всем здоровья и как говорится быть дружными со всеми дорогие друзья наше эфирное время подошло к концу следующий выпуск программы Вестник смотрите на канале общественного телевидения НКР 30 августа до свидания до свидания Редактор субтитров А.Семкин